МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собрали с заботой, доставили с добрыми словами. Везем ребятам на передовую груз необходимый. Партия гуманитарного груза из кафе «Асоль» отправилась к бойцам СВО. На помощь бродячим собакам пришли волонтеры. Сейчас у них на попечении 50 питомцев. 11 – счастливое число. На открытии нового сезона пригласили звезд баскетбола. Игра на равных, живое общение и фото на память. Это событие запомнится надолго. На канале ЮВТ-24 настало время новостей. В студии Тимур Туманов, здравствуйте. Собрали с заботой, доставили с добрыми словами. Партия гуманитарного груза из кафе «Асоль» отправилась к бойцам СВО. Непростая миссия – довезти собранное, досталось пограничникам в запасе. Что отправили на передовую и продолжится ли сбор необходимого – смотрите в сюжете. Маскировочная сеть, что называется «Спылу с жару». Это уже 69-я, которую сплели с заботливой руки волонтеров. Теперь ее бережно сворачивают тугим рулоном, торопятся. С минуты на минуту приедет машина, в которую погрузят эту сеть и весь гуманитарный груз, собранный в кафе «Асоль». Доставку помощи доверили пограничникам в запасе. Везем ребятам на передовую груз необходимый, поддержать наших ребят, сказать тоже слова, хорошее увидеть, поздороваться, и победа будет за нами. Десятки свертков, большие и маленькие коробки – все подписано и тщательно упаковано. В них то, что оставляли горожане и жители сел. Заботливые женские руки принесли домашнюю пастилу и варенье. Активисты навязали носков и шапок, собрали нижнее белье. Есть несколько коробок с продуктами, медикаменты. В этой партии отправили гусиный жир, который поможет избежать обморожения кожи. Не забыли вложить в волонтеры и то, что делали с особой тщательностью – окопные свечи и маскировочные сети. Это не первая отправка гуманитарного груза и далеко не последняя. Эта работа будет вестись до нашей полной победы. И просим приносить все, что можно. Медикаменты, шерстяные носки, другие. Ну, все, что можно. Балаклавы. Все это нужно, очень нужно. Мы готовы принять любую помощь. Самое нужное для солдат – средства гигиены, влажные салфетки, нательное белье, носки. Всегда нужны медикаменты и нескоробортищиеся продукты. Полный перечень необходимого можно узнать в телеграм-канале, отсканировав код с экрана. Можно обратиться в кафе «Асоль». Тем временем работа у волонтеров продолжается. Мастерицы плетут костюм лешего для разведчика. А едва сняли с деревянного каркаса готовую сеть, тут же надели на него основу под новую – 70-ю маскировочную сеть. Катерина Машинцева, Динар Вингазов. Новости Юго-Востока. 43-летняя жительница Альметьевска обогатила аферистов на 823 тысячи рублей. Два дня она провела в поездках и у банкомата. В этот раз мошенники воспользовались относительно новой схемой. Они сообщили женщине, что неизвестный оформил на нее кредит через портал Госуслуг. Для переоформления ненастоящего кредита она ездила в поселок Карабаш Бугульминского района и оформила два настоящих займа на 300 и 523 тысячи рублей. В этот раз аферисты позвонили жертве не на стационарный или сотовый телефон, сразу в мессенджере. Звонившая представилась сотрудником полиции. Мужчина сказал, что через портал Госуслуг на ее имя неизвестно оформил кредит и предложил срочно переоформить этот займ на другой безопасный счет. Чего настоящие полицейские никогда бы не сделали. Это не их зона ответственности. Женщина поверила незнакомцу и поехала в соседний район. В первом же банке она оставила заявку на кредит в размере 300 тысяч рублей. На следующий день ее одобрили. Заем на 523 тысячи рублей потерпевшая оформила в приложении другого банка. В общей сложности через банкомат она совершила 50 переводов по 15 тысяч рублей. Далее по указанию звонившего заявительница отправилась к ближайшему банкомату и перечислила все деньги на счет, который продиктовал неизвестный. 17 января в мобильном приложении банка заявительница обратила внимание на наличие действующего кредита. Позвонила в банк и рассказала о случившемся. Сотрудники банка огорчили женщину, сообщив, что она стала жертвой мошенников. Они посоветовали обратиться в полицию, что та и сделала. В отделе ей пояснили, что на порталах госуслуг взять кредит нельзя. В этом каждый может убедиться лично, зайдя на сайт. По запросу «Оформить кредит» поисковик ничего не выдаст. Разве что на госуслугах РФ можно ознакомиться со своей кредитной историей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Волонтеры пришли на помощь бездомным собакам в Бавлах. Добровольцы объединились, чтобы поддержать четвероногих. Сейчас животные находятся на окраине города. Там для них организовали временное пристанище. Именно с этой собаки по кличке Графы началась история волонтерского движения. Ее на улице сбила машина. Животное получило сильную травму головы и открытую рану лапы. Обнаружив травмированную собаку, волонтеры забрали ее к себе на реабилитацию. На сегодняшний день под опекой волонтеров находятся около 50 собак, в том числе щенки и подростки. Маленьких щенков волонтеры поместили в небольшом заброшенном здании. За время нашего существования более 300 стерилизованных собак и кошек обрели новый дом и новых хозяев. Также нами было простерилизовано около 200, наверное, в общей сложности животных. Арина Прохорова – одна из волонтеров, которая души не чает своих подопечных. Здесь, по ее словам, все собаки одинаково любимы. Они очень социальные, поэтому подходят для семьи. То есть они не агрессивные, не кусаются. Как бы к любой собаке подойти, исхода отрицательного не будет. Животные находятся в чистоте, ухожены, накормлены. Волонтеры на каждую неделю составляют график дежурства. Кто-то варит еду, кто-то кормит, кто-то чистит, кто-то повезет, куда необходимо. Волонтерам нужна как финансовая, так и физическая помощь. Ведь для кормления 50 собак средства нужны немалые. Помощь двероногим друзьям можно по телефону 8 917 93 88 595. А Игорь Ухсайнова, Артем Артемьев, Новости Юго-Востока. Опаленная войной детства, потеря близких, жизнь в детдоме и тяжелая работа с юных лет. На долю Минуры Инафиковой из Альметьевска выпало немало испытаний. Она стойко преодолела каждое, став примером для нынешнего поколения. На днях ветерану труда исполнилось 90 лет. Поздравить юбиляра пришли близкие люди и представители руководства района. Я много гор видел, не буду рассказывать. Воспоминания о детстве болью отзываются в сердце Минуры Инафиковой. Она родилась в 1933 году в Алексеевском районе. В годы Великой Отечественной войны ее отец ушел на фронт. Начали умирать братья и сестры. Из шестерых детей осталось лишь трое. Затем ушла из жизни мама. Ребят отправили в детдом. Только в 48-м их забрал вернувшийся с войны отец. По сей день Минуры Инафикова делает все, чтобы уберечь близких, дочь и сына, четверых внуков и пятерых правнуков от бед, с которыми сталкивалась сама. То, что она не видела в детстве, она все нам отдает. И по сей день до такой степени. В 16 лет Минуры устроилась на военный завод номер 40 в Казани. Там познакомилась с мужем и в 1955 году переехала с ним в Альметьевск. Здесь более 35 лет проработала в Орсенг-ГДУ Альметьевнефть. Была продавцом, контролером, кассиром. Получила звание ударника коммунистического труда. 20 января Минуры Инафиковой исполнилось 90 лет. С юбилеем ее поздравили начальник управления соцзащиты Рустам Гараев, председатель совета ветеранов Владимир Ешанин и руководитель аппарата совета района Роза Афлетунова. Послание имени Неце передал и глава района Тимур Нагуманов. Низкий вам поклон за все это, что вы сделали во благо нашего отечества. Татьяна Шамбер, Арина Сафина, Динар Менгазов. Новости Юго-Востока. Сегодня в Лениногорском суде рассмотрели дело о пьяном водителе. Как оказалось, 19-летний житель Альметьевска был не только пьян, но и не имел водительского удостоверения. Автомашина Toyota Highlander, за рулем которой был нарушитель, принадлежит его матери. Ключи сын взял без ее ведома. Ночью с 22 на 23 января, двигаясь по улице Чайковского, парень не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения и вылетел в кювет. Лишь по счастливой случайности сам Альметьевец не пострадал. А вот транспортное средство ремонту и восстановлению не подлежит. Суд признал нарушителя виновным. 10 суток административного ареста юноша проведет в изоляторе временного содержания Лениногорского отдела полиции. Момент, в котором автомашина вылетает с проезжей части, попал на камеру видеонаблюдения, установленную на одном из предприятий города. Вы можете не только смотреть новости по телевизору, но и читать их в газете. Оформить подписку на Знамя труда Эльмета Нары можно с любого месяца. Подписаться можно в любом отделении, на сайте Почты России или через портал Госуслуг. Действует и редакционная подписка по выгодной цене. Спешите подписаться сами или сделайте подарок близким, подписав их на любимые издания. Телефон для справок 440588. Еще больше новостей вы сможете найти на нашем сайте. Делитесь и вы с нами интересными новостями, пишите о радостных событиях и сообщайте о проблемах по номеру WhatsApp или через соцсети. Мы продолжаем выпуск и вот о чем расскажем дальше. Подвели итоги прошлого года и наметили планы на следующий. Что отремонтировали и что еще необходимо сельчанам обсудили на собрании жителей русского Акташа. На выходных нефтяник побывал в Нефтекамске, как черно-красные сыграли с Торосом. Сходы граждан продолжаются в Альметьевском районе. На собрании в русском Акташе подвели итоги прошлого года и наметили планы на следующий. Помочь их осуществить могут средства самообложения. По результатам 2022 года план по нему сельчане перевыполнили. В русском Акташе провели работы в рамках программы «Наш двор» и частичный ремонт школы-интерната для детей с ОВЗ. Также из повестки дня не уходит криминал. Работу акташским участковым подкидывают местные жители и дистанционные мошенники. О ком мы говорим, мы тоже знаем, есть действия. Два граждан, мужчина и женщина, которым собственники являются. О чем я говорю, они знают. Село от города в наборе самых распространенных преступлений ушло недалеко. Мошенничество, кражи, бытовуха – все это на повестке дня. Итоги года на сходе граждан в русском Акташе подводили и полицейские. На территории сельского поселения за 2022 год было совершено 21 преступление. Мы не допустили, благодаря вам, вашему граждану, в позиции совершение преступлений. Тяжкие преступления против личности – это убийство и причинение тяжкого для здоровья человека. За прошедший год в русско-акташском сельском поселении произошло 7 краж, 3 из домов, 4 из магазинов на трассе. Большинство из них раскрыто. Еще местные участковые зафиксировали 9 преступлений против личности – угроза убийством, причинение вреда здоровью. Из последних 4 совершил один сельчанин. 7 окташцев стали жертвами аферистов. Дворы, которые видели асфальт, только после задачи домов, на сегодняшний день являются уютными, чистыми, освещенными. Русский окташ – одно из крупнейших сельских поселений района. Здесь не только частный сектор, но и 26 многоквартирных домов. И одно из самых значимых событий прошлого года – реализация в селе программы «Наш двор». Больше 30 миллионов рублей разделили между пятью дворами. В 2021 году был проведен капитальный ремонт спального корпуса на сумму 26 миллионов рублей. Капитально отремонтированы спальные и игровые помещения, действия на пищеволок. С помощью благотворительных организаций были заменены электрические плиты в пищеволоке. Второе событие, связанное с обновлением – капитальный ремонт помещений в местной школе-интернате для детей с ОВЗ. В новом учебном году учреждение насчитывало 108 учеников, начиная с первоклассников, заканчивая девятиклассниками. Остальные потребности села руководство и жители планируют частично закрыть средствами самообложения. Вопросы ЖКХ, отсутствие маршрутного автобуса, ремонт школы и другие проблемы обсуждали на сходе граждан в Ивановке Лениногорского района. Наталья Лакомкина выслушала наболевшие вопросы сельчан и узнала ответы властей. Вот это все своими силами делали, канализации, все-все-все. В колодце я сам чуть не утонул. Подвал дома номер один по улице Юность в селе Ивановка похож на какую-то пещеру. На полу выросли ледяные сталагмиты. Такие же сосульки по периметру всего помещения. Жильцы дома Юрий Валеров и Николай Назарбаев говорят, с наступлением теплой погоды в подвал невозможно зайти. Весной именно начинается здесь потоп. Весь снег вот с этих окон сюда идет. Вон даже оттуда видно вот весь снег. И все сюда идет. Вся вода. Николай Назарбаев живет в этом доме больше 30 лет. Помнит, что один раз здесь делали косметический ремонт в подъезде. Мы вот с Юркой вдвоем нанимаем машину за свои деньги. Я пенсионер. За свой счет. За свой счет откачивает у нас воду. В администрации сельского поселения о проблеме знают. Глава Ивановки Алина Бодряева говорит, что дом не может попасть в программу капитального ремонта из-за того, что большинство его жильцов имеют большие долги за коммуналку. В противовес приводит пример соседнего четвертого дома по этой же улице, где жители исправно оплачивали услуги. Проведена замена электрических щитков, сети водоснабжения водоотведения, внутри подъездных окон, входных и подвальных дверей, отремонтированы дымоходы, входные группы, цоколь от музыки. Что делать добросовестным плательщикам первого дома по улице Юность не ясно. Вопрос остался открытым. Недавно в Ивановке появилась еще одна проблема. За несколько дней до Нового года перестал ходить единственный автобус, связывающий село с городом. Особенно нелегко стало пенсионерам. За продуктами бывает ездим. У нас тут в магазине все бывает. Аптеки нет тоже в деревне. Аптеки тоже нет. За лекарствами ездим. За лекарствами ездим. Ну, в больницу в конце концов. Студенты, работающие люди, вынуждены добираться на попутках со знакомыми. Кто побогаче, на такси, иронизируют сельчане. Машину вызвать зачастую тоже трудно. Сотовая связь здесь практически не ловит. Приходится стоять на морозе и надеяться, что кто-нибудь подберет. Ну, не каждый, но все-таки подбирают. Люди есть понимающие, что зима. Да и летом так люди сейчас ездят. На работу как ездят? Так едут, утром выходят, тоже денег возьми. Проблемы пытаются решить. Чтобы возобновить движение маршрутного автобуса, необходимо финансирование. Но мы обратились к нашему депутату Борису Евгению Николаевичу помочь с представлением автобуса на коммерческой основе. Вопрос пока решается. Осенью прошлого года в Ивановке объединили школу и детский сад. В 2020 году по республиканской программе был капитально отремонтирован детский сад. Обновление требует и здание школы, открытый полвека назад, а также пищеблок. Детскому саду необходимо обустроить прачечную по современным требованиям. Администрация села старается участвовать в госпрограммах по благоустройству и ремонту дорог. В чем-то помогают руководители лениногорских предприятий. Многие проблемы удается решать за счет средств самообложения. Озвученные на сходе граждан вопросы взяты на контроль. Наталья Лакомкина, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. Особенности русского костюма. Мероприятие под таким названием прошло в Доме культуры имени Мусы Джалиля Бавлов. Послушать рассказ о повседневных и праздничных нарядах, посмотреть театрализованное представление. Пришли учащиеся детской школы искусств, люди с ограниченными возможностями здоровья и заинтересовавшиеся бавлинцы. А в детском садике вы были зайчиками, лисичками? Были зайчиками, лисичками? Конечно, были. На сцене манекены с мужскими и женскими костюмами. На их примере старость ансамбля русской песни «Калинушка» Валентина Журавлева рассказала об истории и деталях национальной одежды русского народа. Она сама участвовала в создании ряда костюмов для выступления коллектива. По одежде можно было догадаться, откуда этот человек, где он живет. Идет женщина, коромысло на плече, воду несет. А по ее наряду можно было понять, замуж не она или нет. Даже можно было догадаться, сколько у нее детей. Просветительский час о русском костюме стал первым в ряде мероприятий о традициях в одежде народности, проживающих в Бавлинском районе. Цель, чтобы вернуться к истокам, вернуться к корням и показать костюмы как произведение искусства. Что они несли, например, какой узор, что означает, цвет какой преобладал в костюме. В ходе выступления Валентина Журавлева задавала вопрос о названиях деталей и истории русского костюма в сидящем зале. Активно отвечали, подтверждая хорошее знание истории своего народа и старшее поколение, и юные зрители. Особенно ярким моментом встречи стало театрализованное представление «Пришла Коляда» от артистов Крымсарайского сельского дома культуры. Дети исполнили калядные песни, присказки, заглички, прославляя Коляду. В завершение все присутствующие заготали желания и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажигали звезды на рождественском венке дружбы. Мне очень понравилось, что сегодня рассказывали про символы русских народных костюмов, как танцевали, как пели, каляду, как делали какие-то сцены. В течение года подобные мероприятия планируются по чувашским, татарским и удмуртским национальным костюмам. Мария Кондаурова, Артем Артемьев, Новости Юго-Востока. Встреча новичков и профессионалов состоялась в Альметьевске. На открытии 11-й городской баскетбольной лиги приемы игры на площадке показал один из лидеров команды «Уникс» Винс Хантер, а также игрок «Уникс 2» Анатолий Гюнтер. Игра на равных, живое общение и фото на память. Это спортивное событие надолго войдет в историю местной баскетбольной лиги. Подробности в сюжете Катерины Машинцевой. Этот открытый урок баскетбола спортсмены запомнят надолго. Приемы игры им показывает Винс Хантер, игрок казанского «Уникса», успевший в своей карьере поиграть в НБА. Открытие 11-й Альметьевской баскетбольной лиги началось не с торжественных речей, а с мастер-класса для юных спортсменов. После разминки отработали технические элементы ведения и передачи мяча. А потом каждый из игроков попробовал обыграть профессионального баскетболиста. Оттачивать приемы на практике вместе с Хантером помогал Анатолий Гюнтер, игрок «Уникс 2», а теорию объяснял ассистент тренера команды. «Мы только вчера вернулись из игры в Саратове, сложный перелет. Сюда тоже нужно было сразу добираться рано утром. Но все это перекрывает вот эта вот энергетика, любовь к игре, что все, когда ты видишь эти горящие глаза, ты понимаешь, что обязательно надо было сюда приехать». По его словам, самое важное – желание играть. Что он и увидел у альметьевских баскетболистов. Артур Бегеев отметил, что время общения с ребятами пронеслось быстро, и ему хотелось бы его повторить. «Открытый урок – это все-таки такой больше эмоциональный импульс. Люди пришли, посмотрели, немножко как бы зажглись, но, безусловно, можно даже еще подольше, может быть, лагерь какие-то, более 2-3 дня, где можно как бы поглубже уже реально игрокам дать какое-то видение игры». Получив советы по игре, альметьевские ребята смогли пообщаться с игроками и тренером, а после для всех организовали автограф-сессию со звездами баскетбола. Девятиклассник Артем Тюшин уже получил карточки с подписями. Тренировку с игроками Уникса он точно не забудет. «Только положительный, узнал много нового про переводы, баскетбольное движение, про их карьеру». По словам президента Федерации баскетбола, встреча с профессионалами может многих начинающих игроков вдохновить на большие достижения. «Мне кажется, это очень будет полезно, поскольку некоторые дети, которые еще не до конца выбрали свой вид спорта, которые только начали заниматься баскетболом, еще не видели, для них это некоторые будут как лидеры, на кого можно равняться. Они видят, что в республике насказание можно стать профессиональным игроком, профессиональным баскетболистом, и эти же ребята сегодня как раз провели мастер-класс». Чемпионат организован при поддержке благотворительного фонда «Татнефть». «Это неотъемлемая часть всей социальной политики компании «Татнефть». Искренне поздравляю всем с началом чемпионата, успешные сильные игры, самое главное без травм, пусть победит сильнейший и любим баскетбол, играем в баскетбол». По завершении совместной фотосессии появляется группа поддержки. После их выступления на площадку выходят «Рослые парни». Впереди игра. В матче, в котором открыли 11-ю альмитинскую баскетбольную лигу, встретили Теленогорская стихия и команда чемпион 10-й лиги «Атлант-Челны». Первую игру в гостях «Нефтяник» провел в Башкортостане. На льду альмитинская команда встретилась с «Нефтекамским Торосом». Кто в этом матче оказался сильнее, расскажем в сюжете. В стартовом отрезке игры «Нефтяник» проявил активность. Атакующий ритм был сбит после удаления Александра Хованова. Но вскоре и «Торос» остался вчетвером. Играя в равных неполных составах, альмитинцы открыли счет. Отскочившую шайбу мощным броском в ворота хозяев отправил Искандер Муляков. В начале второго периода «Нефтяник» закрепил свое преимущество. После комбинации Александра Хованова и Ислама Хасанова шайбу на пятаке подправил Эдуард Гематов. До сирены наша команда чаще владела игровой инициативой и значительно перебросала соперника. На первых минутах заключительной третьей игры был удален Иван Ковалев. В меньшинстве «Нефтяник» организовал контратаку, и Максим Кореневский сделал счет 0-3. Позже еще одна атака завершилась голом Айдара Назмуддинова. Но после очередного удаления в составе «Нефтяника» «Торос» размочил счет. На гол хозяев гости ответили еще одним взятием ворот. При игре 5 на 3 жирную точку в матче поставил Александр Хованов. 1-5. 24 января «Нефтяник» сыграет в Перми с командой «Молот». Татьяна Шамбер, Новости Юго-Востока. До новых встреч! И только хороших вам новостей!